Блуждание в тёмном лабиринте. Как из стартапера перейти в IT-предприниматели? О том, какой путь должен пройти разработчик, чтобы получать стабильную прибыль? Об этом расскажем в программе «Цифровой Казахстан». Ердаулет Апсаттар – IT-предприниматель. На рынке его компания уже около шести лет. Команда предоставляет спектр услуг в сфере информационных технологий. В первую очередь это разработка сайтов и мобильных приложений. Также программисты занимаются запуском проектов с дополненной реальностью, искусственным интеллектом и большими данными. Несколько лет назад команда начала создавать собственные цифровые продукты. Сам фундамент этого строительства началось, наверное, с университета, так скажем. То есть моя первая специальность, то есть это бакалавр, я получил на Зарбаев университете, это компьютерные науки. Потом обучался также на магистратуре по инжиниринг-менеджменту, но уже в то время, когда я обучался на бакалавриате, я начал, так скажем, вовлекаться в сторонние проекты. Так скажем, мини-мини фрилансить, делать какие-то мини-бизнесы. И с этих пор это все, так скажем, возрастало. Один в поле не воин. Количество заказов стало расти, и Ердаулету пришлось набирать себе команду. Оказалось, что сделать это непросто. Предприниматель отмечает, в Казахстане не хватает квалифицированных программистов. В основном Ердаулет приглашает на работу знакомых или людей по рекомендациям. Если ты собираешься построить компанию, то, соответственно, ты уже должен перейти от одной роли к другой. То есть я изначально сам программировал, делал дизайн, то есть полностью сам все делал, а потом перешел уже больше на менеджерскую работу. Либо, если ты хочешь оставаться в продукте и разрабатывать его, то ты можешь сам разрабатывать, а на стратегические какие-то моменты или на продаже, или еще другие менеджерские работы, ты должен привлекать других людей, других специалистов. В настоящее время Ердаулет с партнерами развивает несколько проектов. Первый связан с криптовалютой. Это финансовый инструмент, который помогает желающим инвестировать в цифровые активы. Второй – ERP-система. Она предназначена для управления ресурсами в отраслевых учреждениях. Особенность в том, что на одной платформе организация может ввести и бюджет, и документооборот. Третий проект решает несколько задач в сфере образования. В 2020 году, когда мы столкнулись с пандемией, нужно было переходить на онлайн формат обучения. И в этот период эта платформа как раз стала, так скажем, неотъемлемой нашей частью, потому что он закрывал многие боли. И мы уже начали дорабатывать различные модули. То есть это модуль видеоконференции, веб-стриминга. Позже мы начали создавать систему прокторинга. То есть на основе искусственного интеллекта мы, так скажем, проверяем студентов через веб-камеры, списывают ли они или нет. Ердаулет Абсаттар – один из тех, кому удалось из стартапера перейти в класс IT-предпринимателей. Управляющий директор по развитию и экспорту технопарка «Астанахаб» Аркадий Селезнев сравнивает этот путь с блужданием в темном лабиринте. В отличие от традиционного бизнеса, стартап ничего не знает о том, как зарабатывать деньги. Все вопросы вы можете, в общем-то, задать владельцам аналогичного бизнеса и получить исчерпывающие ответы. У стартапа ситуация диаметрально противоположна. Они пытаются зарабатывать деньги так, как никто до них не зарабатывал. Им не у кого спросить готовый рецепт. Поэтому им приходится слепую блуждать в этом лабиринте, иногда наступая на грабли. Часто это бывает больно. Поэтому на этом пути прежде всего нужны амбиции. Успех продукта зависит от того, насколько уникальна технология, на которой он основан. Если амбиции небольшие, то, скорее всего, и результат будет соответствующий. Мы ищем амбициозных людей, которые ставят перед собой высокие цели и имеют наглость заявлять о том, что они их достигнут. Технопарк готов поддерживать разработчиков, которые стремятся к успеху. В арсенале Астана Хаба есть инструменты, которые могут помочь им создать компетентную команду, закрыть имеющиеся пробелы, увеличить потенциал проекта перед инвесторами. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Продолжение следует... Продолжение следует...